Продвижение в социальных сетях Александр, здравствуйте. Добрый день. По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого Блиц-опроса. Я готов. Чай или кофе? Чай. Работа или отдых? Работа. Книга или интернет? Интернет. Рилсы или ТикТок? Не то, не то. К сожалению, здесь нет правильного ответа. Сарафанное радио или соцсети? С соцсети. С соцсети все-таки. То есть идем в ногу со временем. Пользуемся соцсетями. Сегодня мы поговорим о продвижении в социальных сетях. Сейчас очень много рекламы. Буквально открываешь ленту и пестрит все предложениями о том, как бы продвинуть вашу страницу. Все очень заинтересованы, чтобы каждый человек стал обязательно популярным. Весь директ завален буквально такими специалистами. Но все ли эти люди являются профессионалами? Есть два продукта основных на сегодняшний день. Это коммерческие компании, которые хотят стать популярнее и продавать через интернет. И физические лица, которые хотят стать популярнее и либо стать блогерами, либо, например, продавать свои товары или услуги. Кто-то вяжет на заказ, кто-то тортики печет. Поэтому для каждого из них разные предложения выкидывает рынок. Но нам надо просто понять, про кого мы будем говорить. Про личности или про коммерческие бренды. От этого очень много зависит. Но в целом, да, где-то 85% из того, что вам приходит в личку с предложениями сделать вас известнее, популярнее в социальных сетях, относятся к так называемому информационному мусору. Но дело в том, что это даже не вам пишут. Это просто сидит робот, который рассылает это десяткам тысяч различных аккаунтов. То есть это не значит, что тебя заметили, и ты специалист в своей сфере. Это просто рассылка массовая. К сожалению, вы никому не нужны. И ни один уважающий себя специалист, который работает в Иркутске и предметно привыкший делать коммерческие предложения, никогда не напишет вам в дейвинг с каким-то большим текстом. Скорее всего, он просто позвонит, представит, скажет, здравствуйте, у меня зовут Александр, я представитель такой-то компании. Есть предложение продвинуть вас в социальных сетях невероятно круто. Писать в директ это не круто. Дурной тон. Да. Как еще можно отличить профессионала? Что он должен знать, уметь? Ну, надо сказать, что на первом месте всегда это все-таки кейсы. Кейсы исполнителя. То есть вы должны запросить у того человека, который предлагает вам свои услуги, да, показать кейсы, которые он сделал. То есть те коммерческие бренды или те аккаунты, которые он уже смог осчастливить с собой, да, для того, чтобы вы смогли своим глазом оценить, да, насколько вам нравится то, что он с ними сделал. Причем я советую, вы знаете, всегда брать еще и контакты этих заказчиков, чтобы можно было им позвонить напрямую и сказать, здрасте, вы с таким-то, таким-то работали? Ну, как вам, понравилось? Расскажите, плюсы или минусы. И более того, вот сейчас такой лайфхак, по которому очень легко сразу понять, кто из тех, кто вам предлагает свои услуги, профессионал. Попросите обязательно контакты недовольных клиентов. Ух ты! Если вам их дадут, значит, перед вами как минимум честный профессионал, который ничего не боится. Дело в том, что у любого исполнителя всегда есть недовольные клиенты. Это нормально. Невозможно быть крутым для всех. Невозможно одинаково круто продвигать человека, который делает маргарин, да, и человека, который делает что-то из металла и работает в банковской сфере. Слишком разное предприятие. То есть узкие направленности, да? А какое должно быть образование у человека, который пиарщик? То есть обязательно ли это высшее образование или достаточно каких-то курсов? Такой вопрос, знаете, не самый простой. Дело в том, что у нас настолько сегодня повсеместно распространено высшее образование, что теперь и не понять, а нужно ли оно или нет. Оно есть почему-то у всех. Зачем это другой разговор, да? Но в целом, надо сказать, что ни разу там, например, в моей профессии, да, за 11 лет профессионального опыта никто из заказчиков не поинтересовался наличием у меня того или иного образования. И я так полагаю, что когда я ищу подрядчиков, я тоже никогда не спрашиваю, где человек, на кого учился. Все, что интересует меня или заказчика, это непосредственно опыт, цены и, ну, некоторые, скажем так, гарантии, да, которые берет на себя исполнитель продвижения в социальных сетях или пиарщик. То есть даже какие-то специальные курсы или просто информация в интернете, которую добывает человек, может быть, книги, они могут сделать из него профессионала? Профессионалы из него сделают труд и постоянный поток вот этих вот клиентов. То есть нужно набить руку для того, чтобы стать профессионалом. И понятное дело, что нужно учиться. Ну, то есть это не так делается, да, что ты прошел там несколько курсов, и все, ты профессионал. Потому что рынок другой. Он очень подвижный. Он очень подвижный. Это же ответ на вопрос, почему нас, практиков, нет в университетах. Потому что пока ты напишешь программу, мир поменяется. Нет никакого смысла. Сегодня практики могут приходить и, ну, то есть пока мы с вами разговариваем, да, возможно, уже опять что-то поменялось, поменялось в технологии Инстаграма, да, и появилась какая-то новая приколюха, и теперь все уже там. Можно ли вообще научиться, если все время все меняется? Учиться нужно просто во время работы, да. То есть те ребята, которые работают в этой сфере, они работают каждый день и подписаны на все каналы, такие же, как они, специалистов, профессионалов, гиков. И они очень быстро реагируют на все эти изменения. Почему? Потому что, во-первых, если ты вовремя не среагируешь, то ты уже не будешь профессионалом. Во-вторых, потому что если социальные сети сегодня предлагают какой-то новый инструмент, то этот инструмент можно сразу предложить заказчикам и заработать на нем денег. Стоит ли смотреть на страницу самого учителя, насколько она у него раскручена? С одной стороны, да. С другой стороны, ну вот я здесь про себя могу сказать, что я в этом плане сапожник без сапог. Дело в том, что я не стремлюсь на своей личной странице показывать свою профессиональную деятельность. То есть это моя личная страница. Я там могу себе позволить где-то в теге с мужиками мясо есть там, да, или плавать где-то там на рыбалке и выглядеть как угодно. Это моя личная страница. Соответственно, для того, чтобы, если заказчик заведет на мою страницу, он скажет, что это, кто это, пиарщик, что ли? Навряд ли, наверное, так пиарщики себя не ведут. Поэтому этот вопрос очень спорный. Я так полагаю, что на моей практике люди, которые свои страницы в социальных сетях ведут как профессионалы, это те, кто в начале пути и те, кто еще пока не завален работой. У них есть время на себя, да? У них как раз-таки задача максимально весь свой контент выстроить так, что купите меня, купите, купите, купите. А в основном все коллеги профессионалы, кого я знаю, кого я даже могу порекомендовать, они уже давно забили на это. То есть у них есть профессиональные сайты-продажники, которые занимаются работой. А личная страничка для них – это личная страничка про себя, про свою жизнь. Ну, то есть, наверное, оптимальный вариант – это ведение двух страниц. Профессиональной деятельности, где ты можешь продемонстрировать свои навыки, да, и личной. Если, например, тебе хочется как-то в этом направлении себя обозначить. Все верно. Либо как вариант, ну, вот есть такое понятие «контент-план», да, и «рубрикатор». То есть вот у тебя есть 7 дней в неделю. Ну, например, ты раз в пятницу просто пишешь о работе. И люди привыкают, что раз в пятницу у тебя есть какие-то полезные лайфхаки, да, и ты делишься какими-то профессиональными успехами. Почему вообще эта профессия стала популярна так в наши дни? Почему каждый стремится себя, свой бренд раскрутить? Ну, это обусловлено несколькими вещами, сразу несколькими. Во-первых, мир действительно очень быстро меняется. И на сегодня появилось гигантское количество профессий, да, в которых мы можем заработать деньги. Ну, мы обычные люди, да, которые не хотят 5 лет учиться или у них нет денег на то, чтобы 5 лет учиться. Сегодня профессии сторимейкера или СММщика или таргетолога можно овладеть за полгода, да. И при наличии должной практики через год ты будешь крепкий, хороший специалист с зарплатой выше среднего по Иркутской области. То есть всего год нужен? Всего год. Полгода теории, полгода практики и все. То есть сегодня, если мы говорим про профессиональный рынок, на рынке, может быть, 10 компаний, которые предоставляют услуги по продвижению в соцсетях. А вот фрилансеры или инстадевочки, мы это по-другому называем, потому что они считают, что весь мир крутится вокруг Инстаграма, да, их несколько сотен. И все эти несколько сотен ведут какие-то проекты. Я могу сказать, что если появится еще несколько сотен, то они тоже будут загружены работой. То есть первый нюанс, да, это то, что появилось огромное количество свободных профессий. Вот. Ну, про другие можно поговорить чуть позже, потому что слишком широко тем. Легко ли вообще найти хорошего специалиста, вот, например, в Иркутске по этой профессии? Или на самом деле это такой поток, среди которого найти-то хорошего и сложновато? Дело в том, что нет специалистов на рынке практически. Мы в постоянном поиске, их нет. Вот за счет того, что очень быстро этот СММ постигается, за счет этого нет к нему уважения, как к полноценной профессии, в которой можно развиваться бесконечно. То есть молодежь думает, что это так, как работа официанта. Перебьюсь на 2-3 года, а дальше там я начну строить карьеру. Люди не представляют, что такое рынок, да, в этом возрасте, да. И они думают, что там работа маркетолога, например, но это уже работа. Хотя работа маркетолога зачастую оплачивается меньше, и она не такая творческая, не такая интересная, как у ребят. Вот, поэтому, ну, проблема большая. Более того, СММщики хотят работать дома. Хотят работать дома. Для коммерческих компаний крупных, для наших заказчиков это не всегда приемлемый формат. То есть для них ты должен быть 24 часа на связи. А когда ты дома, ты видишь холодильник, телевизор, ты набираешь какие-то еще свои дополнительные проекты, иногда ты начинаешь подводить. И это очень плохо. Понятие ответственности у молодых специалистов, оно как факт отсутствует. Все привыкли работать на удаленке. Спасибо за эту ковиду. А что касаемо соцсетей, есть ли тут разница? Может быть, есть специалист по Инстаграму, да, вот, как вы упомянули, девочки, да. Есть специалист по ТикТоку, есть специалист по, может быть, Твиттеру или еще каким-то соцсетям. То есть есть ли такое разделение? Мы немножечко делим по-другому. Во-первых, мы считаем, что в каждой из социальных сетей есть своя аудитория. То есть покупатели есть везде. Да, они по-разному себя ведут, да, их количество разное. Я могу там открыть, наверное, секрет и повергнуть у нас в ужас и шок, и трепет. Но у нас один из самых ярких лидеров по количеству зарегистрированных на сегодняшний день, это не Инстаграм и не ВКонтакте, это одноклассники, о ужас. И там огромное количество людей, с которыми нужно работать. Кто у нас умеет работать с одноклассниками? Практически никто. Мы не делим по специалистам, по площадкам, мы делим по узкой направленности. То есть у нас есть проект-менеджер, да, специалист, который отвечает за весь проект и за общение с заказчиком. У нас есть копирайтер, тот, кто пишет тексты. У нас есть таргетолог, тот, кто настраивает рекламу. И он настраивает ее в каждой из социальных сетей, да. Копирайтер не умеет чаще всего настраивать таргетинг, потому что это принципиально о разных, да, настройках ближе к программированию, а написание текстов – это журналистика классическая. Вот, ну, пускай немного не классическая. Значит, также у нас есть фотограф, да, у нас есть дизайнер, который оформляет. То есть это командная такая работа, и, ну, очень невозможно практически найти человека, который делает одно, да. Но поскольку Инстаграм чуть более популярен, поскольку мода на него, как бы, она как минимум есть, ну, и поскольку, на самом деле, не всегда есть смысл заводить и топить во все социальные сети, можно выбрать только одну Инстаграм, по многим критериям подходит, то, да, в принципе, вполне девушка, которая хотя бы пишет хорошо и понимает толк в каких-то картиночках, она, в принципе, чисто теоретически будет дешевле и эффективнее, чем там какие-то другие варианты. Почему я говорю, что девушки, да? Потому что, ну, я просто смотрю на рынок, да, и 90% из мамщиков – это девчонки. А почему? Наверное, потому что все-таки девчонки более-менее умеют писать, и у них есть чувство прекрасного. У мужиков с этим все очень плохо. Может быть, еще грамотность, да? Ну, вот, да, умение писать, вот грамотность где-то, это прилежание со школьных парт, наверное, еще. Ну, вы же наверняка учились на филфахе, вы видели, что там практически одни девчонки. Реально ли в современном мире создать бизнес, развить его, не прибегая к соцсетям? Ну, конечно, реально. Это же вопросы к маркетингу. То есть, что такое маркетинг, да? Это когда вообще и какая реклама нужна? То есть, это правильно созданный продукт в правильном месте для правильных людей. И, ну, у меня есть несколько примеров ребят, которые вообще к социальным сетям никак. И более, и наоборот. То есть, можно не использовать никакие другие коммуникации, использовать только социальные сети, и при этом тоже ваш бизнес будет чувствовать себя комфортно. А какие это виды бизнеса могут быть, которые могут не прибегать к соцсетям? Вообще не прибегать к соцсетям. Да, и при этом их продукт, ну, то есть, какая это сфера? Ну, во-первых, это B2B. То есть, вот есть B2C, это бизнес для общества. Да, например, там, какие-то товары из рынка FMCG, это товары посетительного спроса. То есть, зубная щетка, зубная паста. Мыло нам всем необходимо. Да, ну, какого? Все, что мы делаем, как бы, да, постоянно. А есть B2B, это бизнес для бизнеса. Это различные какие-то запчасти для каких-то станков. Да, и они есть в каталогах каких-то, и все. То есть, поставщики закупают, им не нужна никакая реклама, потому что их покупатель не сидит в социальных сетях. Если товар реально плох, то как ни раскручивай, не поможет? Он может помочь, но это краткосрочная перспектива. Ну, надо сказать, что мы за долгосрочность встраиваем отношения. Почему? Потому что, когда продукт хорош, и нужно всего лишь, ну, доказать его эффективность, да, для того или иного народа, то, потратив там какой-то промежуток времени, реклама уже пойдет в сарафан. Лучше прибегнуть к профессионалам, если у тебя есть мелкий бизнес, или попытаться научиться самому? Я абсолютно всем всегда говорю, что всегда нужно учиться самому. Как минимум для того, чтобы знать, что требовать от социальных сетей. Потому что большинство заказчиков не представляет, что это такое. Живет какими-то своими мечтами, желаниями, что должно быть. Они не понимают, какой инструментарий, и что этот инструментарий может реально принести. Поэтому каждый должен знать, чтобы знать, что от этого требовать. Это первое. Второе. Каждый должен знать инструменты социальных сетей, как они работают, для того, чтобы вас просто не обманули. Вот те самые шарлатаны, которые вам покажут статистику, которую они придумали сами, где они покажут количество приростов подписчиков, которых они тоже нагнали, где они покажут комментарии людей, которые они накрутили, и письма в Директ, которые тоже они купили за 5 копеек. А как получить эти знания? Самостоятельно. На самом деле в интернете есть просто нереальное количество различных курсов. Почти все из них бесплатные. Ну, то есть я бы прям посоветовал не покупать никакой курс, но у людей, у которых вы не знаете лично. То есть бесплатная информация на самом деле хорошая, нормальная, не надо ее бояться. Конечно. Огромное количество. Просто, понятное дело, что нужно потратить некоторое время для того, чтобы ее найти и отфильтровать. Как вообще изменились соцсети с приходом рекламы? Изначально это было задумано как площадка для этого? То есть это просто раскручивали для того, чтобы потом использовать для этих целей? Или нет? Ну, понятно, что любая площадка должна приносить деньги. То есть это же огромное количество ресурсов делается для того, чтобы мы могли каждый день лайкать друг друга в интернете. Поэтому понятно, что все это изначально придумалось, в том числе для того, чтобы реклама в будущем приносила деньги. Реклама огромное количество инструментов, возможности для рекламы с каждым днем растет все больше и больше. Ну, надо сказать, что меня как приличного человека это не напрягает просто, как пользователь соцсетей, потому что я четко понимаю, что я пользуюсь ими благодаря этой рекламе. А как профессионала меня это как раз-таки наоборот радует, потому что за мной же стоят заказчики, и мне надо, чтобы они достигли своей аудитории. Поэтому чем там больше будет форматов рекламы, больше, чем больше будет эта реклама, тем, ну, как бы, круче моим заказчикам. Ну, а людям тоже просто, люди злятся на рекламу, но они не понимают, что та реклама, которую мы видели, которая им в кассу, да, они не говорят после этого, вот, хорошего, что есть такая реклама. Ну, вот, к сожалению, это люди. — Какая соцсеть самая продающая? Вот вы упомянули «Одноклассники». И еще расскажите про особенности каждой из них. — Ну, вот, смотрите, если про особенности, почему «Одноклассники» до сих пор в топе у нас, да, они вообще в России вот за Уралье, такое замкаде за Уралье, там родина «Одноклассников», ну, потому что это одна из самых первых социальных сетей, которая вообще появилась. «Мой мир исключаем», да, это самое понятное с точки зрения позиционирования социальной сети «Одноклассники». Если у тебя есть «Одноклассники», ищи их там, у всех есть «Одноклассники». Вот, и, соответственно, потом уже начали появляться ВКонтакте, например, да, которую очень часто позиционировал, как самая молодая. Ну, да, но она была такой 15 лет назад. Да, сегодня я типичная ВКонтактовская малолетка. Мне 33 года, у меня жена, двое детей, ипотека, так себе я малолетка, ну, наверное. Ну, ладно. И если брать «Одноклассники», то это вся Иркутская область, все деревни и аулы. ВКонтакте – это как вот по ЖД ветки, крупные города, да, такие. Если брать «Инстаграм», то, ну, он растет больше всех. Это тоже женская социальная сеть, там порядка 72% пользователей – это женщины. Вот. И, ну, да, это на сегодняшний день, на самом деле, топовая для бизнеса социальная сеть. То есть я рекомендую быть во всех, но если количество денег, усилий не так много, то я бы рекомендовал выбрать именно там «Инстаграм». Вот. И есть еще «Фейсбук», про который многие забывают, и совершенно зря, потому что «Фейсбук» – это концентрация деловой элиты региона, скажем так. Журналисты, главреды, политики, чиновники, предприниматели, топы, лица, принимающие решения, все сосредоточены там, им там комфортно. Контент «Инстаграма» их шокирует, контент «Фейсбука» шокирует пользователей «Инстаграма», и классно они все разошлись. Вот. Какие инструменты сегодня являются наиболее эффективными? Ну, инструментов несколько. Понятно, что под заказчика мы высчитываем эффективность, она разная, но один из самых топовых инструментов это по-прежнему является таргетинг, когда ты можешь конкретно под свою целевую аудиторию настроить нужную рекламу. Это называется максимально честное предложение, потому что я вижу только то, что я хочу увидеть. Я могу честно сказать, что я в прошлом году таким образом купил автомобиль. То есть, как и многие люди, я там полгода, год вынашу, гладею, надо посмотреть, надо посмотреть, хоп, пришел таргетинг, пошел купил. Значит, второй по значимости, наверное, я так назову, это работа с микроинфлюенсерами. Это работа с блогерами, как ее называют. Другой вопрос, что есть блогеры количественные, есть качественные. И сегодня мир, в общем-то, понял, что у топовых блогеров уже нет смысла заказывать рекламу, им не верят. Намного проще поработать с инфлюенсерами, с теми, у кого может быть тысяча подписчиков, 2 и 3, но им верят. И они могут вполне нативно, без всякой аляпистой рекламы, попользоваться каким-то продуктом, написать об этом, что слушайте, классно, было в этом ресторане, блин, прикольно. Ему поверят намного больше, чем какому-то статысячнику, например, у которого все состоит из рекламы, и уровень доверия к нему страшно низок. Но, опять-таки, смотря как выстраивать коммуникацию, я рекомендую всегда нативно это делать и доверять самому вот этому инфлюенсеру. Вот. Это второй инструмент по популярности. Третий, это, наверное, сам контент. Ну, то есть, все-таки важно, кто вы, что вы, что у вас за продукт, и почему он полезен, почему он мне нужен. То есть, сам контент на сегодняшний день можно благодаря развитию фото и видеосъемки сделать таким красивым, что ваши подписчики будут им делиться. Таким вирусным, что ваши подписчики будут им делиться. Таким, как бы, ну, ярким, да, что сегодня демонстрируют и риелсы, которые могут разлетаться географически и хоть куда. Ну, вот, наверное, топовая тройка, если говорить про инструменты. Александр, спасибо большое за интересный разговор. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова